Всем здравствуйте! Сегодня в нашем видео мы будем шить платье от начала до конца. Платье можно будет шить из нескольких кусочков ткани. То есть, если у вас даже остались какие-то, допустим, кусочки, вы можете скомбинировать и шить его абсолютно-абсолютно собрав по-разному. В нашем случае по линии рукава, по линии плеча, вот так вот идет вставочка из гипюра и вставка из гипюра идет по линии талии и вот здесь вот по спинке. Можно эту вставочку заменить, допустим, использовав там, я не знаю, светло-зеленый, темно-зеленый и какой-то еще цвет добавить, потому что здесь можно и рукава по-другому обыграть, можно и саму вставочку по-другому обыграть. Платье я сейчас показываю на себе, но на самом деле это платье будет не мне. То есть, оно будет немножко на другую фигуру, похожую, но все-таки другое. Там немножко меньше объем груди, а чуть-чуть побольше обхватали, потому что как бы для меня, ну вот посадка нужно вот здесь вот еще было убирать. Ну вот я оставила так, как есть. По спинке также будет, а здесь именно, ну такая свободка. Платье мы будем шить по готовым выкройке из интернет-магазина «Шкатулка». После пошива, когда мы показываем пошив по шкатулке, задают вопросы, некоторые претензии мы выслушиваем, можно даже так сказать. А почему не моделировали? У нас 90% видео все-таки идет моделирование «Раскрой» там, где мы шьем с вами. Но у нас есть зрители, которые шьют по готовым выкройкам, и, конечно же, для них это очень удобно, мы тоже показываем. Это во-первых. Во-вторых, всегда, когда мы показываем пошив от А до Я и используем готовую выкройку, то я думаю, для тех, кто учится шить, очень важны моменты сборки изделия. И каждый для себя здесь может найти то, что ему интересно. Сегодня мы будем, например, делать обработку интересную по горловине, вот такой в виде капельки, или вот такой вот, ну она даже, можно сказать, не закругленная, такая вот прямоугольная капелька. Это тоже интересная обработка, которую мы можем с вами использовать, как на горловине по спинке, точно так же на горловине спереди. Можем использовать на рукавах, и будет смотреться интересно и замечательно. Ссылочку на выкройку этого платья и на шкатулку интернет-магазин выкройек оставим вам в описании. Выкройку получаем в электронном виде, распечатываем на листиках формата А4, это альбомный лист, складываем по указанной схеме, как пазлы, вырезаем, проверяем обязательно выкройку по обхватам, по высоте груди. И после того, как все проверили, можно приступать к раскрою. И сейчас вот я раскраивала, когда детали, обращаю ваше внимание, что нужно раскраивать. Вдруг мы сделали где-то какие-то отклонения и деформировали, когда склеивали. Поэтому я вот юбку, потом после юбки пошла вставка переда, потом верхняя часть переда, для того, чтобы мы все точки, вот эти вот, которые у нас есть, контролировали. При необходимости вносим корректировку. Я внесла корректировку, удлинив немножко вперед. Я сделала себе, ну, как бы под свою особенность фигуры, корректировку. Кто не знает, как правильно сделать корректировку под свою фигуру, ссылочка в описании. Теперь можем приступать к пошиву. Я убираю все детали кроя. Спиночку я тоже сделала со сгибом. По середине спинки не будет шва. По всем срезам сделала припуски на швы по 7-8 мм, потому что сточать буду на оверлоке. На подгибку низа добавила 3 см. Итак, начинаю со спинки. Отодвигаю полочку. И сейчас складываю лицом к лицу. У меня вставочка идет с гипером, поэтому я его полностью по всем срезам, видите, прошла прометала, после чего разутюжила. И теперь буду с ними работать. Итак, совмещаем. Затем к средней части. Лицом к лицу складываю. И подкалываю булавочками юбку. После чего идем на оверлок и будем сточать. Затем точно так же скалываю переднюю часть. Весь пошив практически будет на оверлоке. За исключением некоторых моментов, там где мы оверлоком не можем обойтись и применить его. Это обтачка горловины, это подгибка низа, естественно. Иголочки я убираю. И на оверлоке все это проходит очень быстро. Рассмотрим еще детали кроя. Смотрите, обтачку я сразу вырезала и проклеила флизелином. Пока еще не обрабатывала. И сразу же по всем срезам намечаю середину переда и спиночки. Потому что я сшивала, вот так вот высекаю, это очень удобно. Вот горловина. Обработка будет у нас немножко другая, чем на самом рисунке. То есть там шов по спиночке, мы шов не будем делать, поэтому будет чуть по-другому. Рукав. Значит, смотрите, есть у нас две детали рукава. Одна деталь пришивается к полочке, одна к спиночке. И между ними идет вставочка, которая будет вшиваться как в рукав, так вот она, смотрите, дальше продолжается, вшивается в линию плечевую. Поэтому мы сейчас вшиваем в линию пройму рукав один и второй к спинке, к полочке, а затем вот эту центральную часть. Итак, я беру обтачки, откладываю. Вот у меня спинка. И детали рукава, идущие к спиночке, подкалываю. Пока ничего не утюжу. Вот сейчас все проработаем, потом пойдем один раз все проутюжим. И будет так намного быстрее. Распределяем рукавчик по пройме с одной и с другой стороны. Обязательно складываем лицом к лицу. Теперь точно так же оверлоком втачать рукава. Я прохожу именно по рукавчику. Смотрю, чтобы срезы были на одном уровне. Сразу же сейчас будем с вами сшивать среднюю часть. А затем уже можно и обработку горловины сделать. Оверлоком получается все быстро и четко. Теперь спиночку пришиваю. Конечно, у кого оверлока нет, то этот процесс будет немножко более длительным. Потому что стачать нужно будет на машинке, обработать срезы тогда с зигзагом. Если у вас и зигзага нет, то у нас в уроках 100 шагов есть урок по обработке срезов без оверлока. Вот сейчас, смотрите, я делаю припуски кругом на швы, где после того, как я стачала, там, где нужно, мы потом посрезаем. Вот здесь, видите, у меня идет вот такой вот маленький излишек. После того, как вшиваем, все, все проходим, просматриваем, потому что все равно где-то какие-то неровности, они будут. И нужно все осноровить, то есть выровнять. Иногда вы спрашиваете, что такое осноровка. Это мы полностью все-все приводим в соответствие и выравниваем. Центральная часть рукава. Мы ее берем вот так вот и смотрим. У нас вот идет поворот. Как раз та часть, которая длиннее, идет к спиночке. Та часть, которая короче, идет к полочке. Прикладываем лицо к лицу, ровняя срезы. Срезы рукава поворачиваем на рукава. И одним разом все-все отутюжим. Раскладываем. И скалываем. Если есть какой-то излишек, я вот тут чуть больше припуск дала. Смотрите, видите, вот когда на подгибку низа, думаю, как разложится, посмотрю, лучше потом срежу, чем у меня не хватит. Обязательно лицом к лицу. Одну сторону. Теперь вторую. После того, как я сошью, я могу здесь уже взять все проутюжить и потом приступить к полочке. Либо сразу к полочке тоже, после того, как сошью спинку, можно сразу пришить полочку и пойти все проутюжить. Срезы поворачиваем на рукав. Вот здесь нужно не тянуть, а вот как разложили, вот оно, видите, оно все раскладывается. А потом сколоть булавочками. Начинаю утюжить. Шов, который по линии талии, заутюживаю наверх. В рекомендации сам вот этот вот поясок рекомендуют навстречу друг другу срезы. Но я все-таки заутюживать буду по-другому. Я буду все срезы, вот эти вот, наши такие горизонтальные, заутюживать наверх. И скажу почему. Потому что когда мы смотрим на изделие, мы смотрим на него вот так вот сверху вниз. И вот этот вот заутюженный, смотрите, вот так, видите, вот он будет просматриваться. Я надеюсь. А если я вот так вот заутюжу, смотрите, он четко у меня красиво выкладывается. То есть вот здесь тогда ничего не будет выпирать. Надеюсь, вам видно. Поэтому я здесь тоже заутюживаю. Можно сделать расстрочку. Смотрите, как у вас будет утюжиться. Если в этом есть необходимость, можно сделать расстрочку, можно не делать. В зависимости от того, из какой ткани вы работаете, насколько она плотная. Теперь рукавчики. Срезы, которые у меня есть сейчас верлоком, они вот идут наверх. Они сами сюда просятся. Поэтому я их сюда и заутюживаю. Но еще я их заутюживаю только, ну не только, потому что они просятся, да. Мало ли что у нас куда просятся. Вот смотрите, у нас срез, соединенный вот с рукавом. Вот здесь вот идет утолщение. Поэтому если я буду его заутюживать вот сюда, будет тоже лишнее утолщение. Будет некрасиво. Срезы заутюживаю на рукава. И вот здесь заутюживаю. Я не лезу на сам рукав далеко. Вот только, только, только вот здесь вот прохожу. По краюшку. Теперь соединяем полочку и спиночку вместе. Прикладываю. Я уже разутюжила две детали. Здесь у меня уже заутюжено, видите, на рукавчик. Излишек я срезала, поэтому должно у нас все-все совпадать уже. Все скалываем и идем точно так же оверлаком сшиваем. Кто-то на машинке, кто-то оверлаком. Теперь пока у нас срезы боковые еще мы не стачали, будем обрабатывать горловину. Для этого будем стачать вот так вот лицом к лицу по плечевым срезам обтачку. И в разутюжечку я буду их сшивать уже на машинке швейной. И вот у меня середина спинки. Вот так вот обтачку я складываю, намечаю центр. Здесь я буду делать разрезик. Для того, чтобы разрез получился аккуратным, значит, смотрите, я вот сюда вот сойду на нет, и потом у меня будет вручную сделана петелка, и будет пуговица идти с изнаночной стороны. Вот здесь я где-то от обтачки сантиметра на три выше поднимаюсь. Вот так, смотрите. И прорисовываю один сантиметр. И затем прокладываю строчку. Вот сюда схожу просто практически на нет. Можно сделать капельку, можно как угодно. Вот так. Теперь прикалываем. После того, как стачаем, будем прикалывать к середине спиночки и к середине горловины. Будем распределять. После того, как стачала, разутюжила, все распределяю. И складываю лицом к лицу. Саму обтачку наношу, как вы видите, на лицевую сторону. Вот у меня идет рукава раскрытая, все. Еще у нас все в рабочем таком состоянии. Распределяю. Все фиксирую. Все фиксирую. И сейчас посмотрим, как мы будем прокладывать строчку. Потому что горловина сейчас будет полностью обработана. Останется у нас там только ручная работа. Можно сделать петелку вручную и пуговку. Можно купить. Есть такие очень красивые декоративные крючочки. Маленькие, аккуратненькие. Можно туда потом пришить вручную красивый крючочек. Все. Идем за швейную машинку. Итак, по горловине мы проходим в круговую, естественно. Но я сейчас вам показываю именно саму капельку. Вот я обтачку, видите, по спинке зафиксировала. Так, чтобы она лежала и была плоскость одна. Чтобы нигде ничего у нас не было таким вздутым и так далее. Значит, сейчас я прохожу вот до этой точки на ширину лапки. Немножко уменьшаю стежки. Вот. Поворачиваю. Сейчас стежок у меня стоит 2,5. И прохожу по намеченной линии. Вот здесь можно даже вручную приостановить. С помощью педали можно уйти далеко. И теперь по прямой. Опять поворачиваю. И нужно нам вот здесь выйти на одну линию. Поэтому милом нарисуем. Вот так вот. У нас должна быть одна линия. И теперь прохожу. Действительно, я почти-почти смыкаю. Теперь можно даже вот так вручную, в варианте. Смотрю. На одном ли уровне. Вот еще чуть-чуть нам надо дойти. Иначе у нас будет тогда ни один уровень, ни одна длина. И продолжаю. Вот видите, здесь мы вышли в одну вот такую вот как бы линеечку. Теперь в круговую. И буду заканчивать капельку. Сейчас прострочу, покажу, как я буду ее разрезать. Вот здесь у нас получилось всего где-то около 5 мм. Поэтому я сейчас разрезаю строго по центру. Вот здесь, где идет на увеличение, я вот так вот прохожу сейчас. Смещаясь к одному краю немножечко. Смещусь к другому краю. Ну вот здесь вот я вырежу то, что мне не нужно. И не доходя где-то сантиметр, ну даже чуть больше, я вот так вот сейчас на уголочек рассекаю. То есть вот у меня идет как прямоугольник. И вот так. Теперь можно выворачивать. Ну вот эти вот уголочки вырезаю. Наверное, за счет того, что все-таки темная ткань, видно, наверное, не очень хорошо. Но я думаю, понятно. Я буду сейчас выворачивать и делать расстрочку. Расстрочку, смотрите, там, где возможно дойти. Я, конечно же, буду доходить. По скругленным участкам рассекаю и высекаю полностью все уголочки. Значит, сейчас я вот так вот выворачиваю. Поворачиваю все срезы на обтачку. И в круговую по обтачке прохожу, делаю строчку на расстоянии где-то 1 мм от края. То есть вот здесь. Делаю закрепочку и прохожу полностью по всей горловине. Потом все проутюживаю. Вот так вот у нас получилось. Здесь у меня будет просто сходиться вот эта вот точка. Вот так вот с лицевой стороны. Теперь на этом этапе мы можем с вами сразу сточать рукава и боковые срезы. И затем обработать низ рукава и низ изделия. Платье будет готово. Но я рекомендую на этом этапе именно сметать, сделать примерку. Потому что, возможно, где-то больше нужно убрать. Где-то как-то посадку подкорректировать на себя. Потому что вот здесь я знаю точно, я буду чуть-чуть убирать больше. После чего я сделаю шов. Когда мы проходим боковой срез, должны с вами обязательно совместить вот эти вот точки. Чтобы было все в одну линию. Теперь заутюживаем срезы на спиночку. Делаем в подгиб низ изделия и рукава. И платье готово. Прокладываем либо строчку, либо подгибаем. И в ручном варианте прихватываем, чтобы не было шва.